Всем привет дорогие друзья, вы на канале Реалистик Пес, это продолжение нашей рубрики Перестройка Пес 2021 и продолжаем мы ее за Манчестер Юнайтед. Если вы не видели предыдущую серию, то настоятельно рекомендую с ней ознакомиться, чтобы понимать, что чему предшествовало и что было до этого. Ну а в этой же серии мы заканчиваем сезон 22-23 под руководством Эрика Тенхага, и я расскажу вам, как закончился сезон, кто что выиграл, и в целом подведем итоги первого сезона под руководством Голландса. Ну а перед тем, как мы приступим, я напоминаю вам, чтобы вы не забывали поддерживать это видео лайками и комментариями. Обязательно отпишите в комментариях, нужно ли продолжение, поскольку именно от вашей активности зависит судьба этой рубрики. Ну а если вы на этом канале впервые, то обязательно подписывайтесь и прожимайте колокольчик для уведомлений. Итак, мы начинаем там же, где и закончили в прошлый раз, а именно на второй половине сезона, на открытии зимнего трансферного окна. И забегая наперед, особой трансферной активности от Манчестера в эту зиму не было. Мы лишь подписали новые контракты с игроками, у которых этот самый контракт заканчивался, ну и также начали проводить переговоры по Энтони. Так сказать, нам нужно было усиление на правый фланг нападения, помимо Джейдана Санчо, и поэтому Эрик Тенхак решил обратиться к проверенному варианту, а в частности к бразильцу из Аякса. Переговоры прошли достаточно быстро, и уже вскоре бразильец присоединился к Манчестеру, и после этого можно считать вторую кампанию Манчестером оконченной, ну по крайней мере этой зимой уж точно. И после этого команда сосредоточилась на матчах английской премьер-лиги. С мелкими командами, которые даже не входили в топ-5, у Юнайтеда все еще не возникало проблем, а поэтому наибольший геморрой для нашей команды представляли матчи именно что с крепкими средниками или даже с топовыми командами. И одна из таких команд на очереди была Челси. Как вы должны помнить, в первом круге мы уже с ними сыграли на Олд Траффорд, а поэтому нам предстоял выезд в Лондон, на Стэнфорд Бридж. И несмотря на все проблемы команды в первой половине сезона, в Лондоне мы выступили более чем отлично. Выглядели достаточно уверенно, точно так же как и в прошлом матче, однако в прошлом матче мы сыграли в ничью, когда здесь забили целых два мяча. Под конец пропустили ответный от Челси, однако после этого засушили игру, хотя чуть было не привезли себе, но тем не менее свой результат добыли. И можно сказать, что это была первая победа над серьезным соперником в этом сезоне. В одной восьмой лиге чемпионов нам попался бельгийский Брюгге, ну и как вы понимаете соперник далеко не самый сильный, а поэтому с ним особых проблем тоже не возникло. И таким образом к ответному матчу на Олд Траффорд мы подходили с голевым перевесом в два мяча. Но в то же время расслабляться было некогда, поскольку уже на носу было повторное дерби против Ливерпуля. От мерсисайдцев нас отделяли два матча против Брэнфорда и Брайтона, которые я лично просимулировал и в которых наша команда также одержала победу. И что не менее удивительно, к этому моменту, а именно к концу февраля, Тоттенхам потерял вторую строчку. Да, я лично не успел заметить как это произошло, когда Тоттенхам и кому успел проиграть, но факт есть факт. В какой-то момент, под конец февраля, Манчестер Юнайтед забрался на вторую строчку, и от Ливерпуля его отделили каких-то 4 очка. А поэтому предстоящий дерби обещало быть более чем интересным. Однако, ни мотивация отыграться за предыдущее поражение, ни огненная речь Эрика Тенхага непосредственно перед матчем, не помогли команде забрать хоть какие-нибудь очки в этом матче. Мы пропустили две каких-то дуры, после которых наша команда прям полностью паникла, ничего не могла сделать. Ну и под конец матча мы пропустили третий и последний мяч в этой игре. Так сказать, этим голом Ливерпуль забил гвоздь в крышку нашего гроба. Именно в тот момент, когда нам нужно было набирать очки, чтобы догнать Ливерпуль, мы их наоборот теряем. Однако, в тот день потеряли очки не только мы, но и Тоттенхам, который сыграл в ничью с Манчестер Сити. Вторая строчка все еще оставалась за нами. После уверенного прохода Брюги в Лиге Чемпионов, нас ожидал матч против Манчестер Сити. Еще один принципиальный соперник и достаточно трудный матч, в котором будет очень трудно набрать очки. Однако, так же как и в ситуации с Челси, здесь все было не так уж и однозначно. Можно сказать, что Манчестер Юнайтед в этом матче играл по конспектам Мадридского Реала, поскольку первые 30 минут матча мы банально оборонялись от нападения горожан, а у них был момент за моментом. Один удар, второй удар и все куда-то в створ, либо мимо. И уже после первых полчаса игры, наша команда выбежала в контратаку, во время которой и забила первый гол в этом матче. Второй гол пришлось ждать уже во второй половине игры, и опять-таки на контратаке с нашей стороны. И уже третий и финальный мяч в этом матче мы забили на Кураже под конец матча. И так сказать, зеркальный счет, матч с Ливерпулем. Только уже в нашу пользу, важные три очка у нас в кармане. Однако, после Брюги в Лиге Чемпионов, нам попался Мадридский Реал, король данного турнира. Об этом вам заявляет как раз-таки малейщик Мадридского Реала. И казалось, что уже все, на этой стадии нам скорее всего придется отбывать. Но не тут-то было. На удивление, Криштиану Роналду оформил дубль ворота своей бывшей команды, и так сказать, повысил наши шансы пройти в следующий раунд. Однако, оставался еще матч на Сантьяго Барнабео. А как вы должны знать, 90 минут на Сантьяго Барнабео длятся очень долго. На кураже после победы над Реалом и Манчестер Сити, нас ожидал матч против Эвертона, который расположился где-то посередине таблицы. Так сказать, звезд с неба не хватает, но не сказать, что прям ужасно играет. Не так, как в реальной жизни. А поэтому, матч против них выдался достаточно трудным. Если в ворота Реала и Манчестер Сити мы забили 5 голов в общей сложности, то в ворота Эвертона закатили только один бесхозный мяч. И слава богу, что закатили, поскольку мы все еще продолжали преследовать Ливерпуль, и эти три очка были очень необходимы нам для дальнейшей борьбы. Между тем, в нам в клуб пришло достаточно интересное предложение по полю Пагбан, который уже на самом деле доигрывает свои последние матчи в составе Манчестера. Предложение пришло от Мюхенгладбасской Баруси, и откуда-то у немцев взялось лишние 78,5 миллионов, которые они были готовы заплатить за француза. Ну и предложение было более чем щедрым, и учитывая, что мы собрались укреплять линию полузащиты летом, эти финансы нам очень даже понадобятся. А поэтому мы приняли данное предложение. Конечно, уйти он сразу не ушел, поскольку это уже концовка сезона, и трансферное окно еще было закрыто. Но тем не менее, его будущее в команде было предопределено. И опять-таки парадокс, ведь в ответном матче 1-4 Лиги Чемпионов на Сантьяго Барнабео мы одержали очередную победу, и на самом деле уже более уверенную, чем над тем же Эвертоном. Просто сравните Реал и Эвертон. В ворота Эвертона мы забили только один мяч, в то время как ворота Реала забили целых три мяча. Игра началась с быстрого гола от Энтони, потом в середине первого тайма бразильца поддержал Маркус Решфорд. Один мяч отыграл Федерико Вальверде, однако Реалу это особо не помогло. В концовке игры Энтони оформил дубль против Мадридского Реала. От финала Лиги Чемпионов нас отделяли матчи против Дортмундской Баруси, и вот уже тогда казалось, что нет ничего невозможного. Мы без проблем прошли Реал, мы уверенно смотримся в чемпионате, а поэтому выход в финал это лишь вопрос времени. Однако, наши амбиции оказались чересчур завышенными. И на сигнал иду на парк, Холланд нас просто разорвал. И если первые два гола оказались еще заслуженными, один мы успели отыграть, то третий гол это уже банально какая-то дура. Но тем не менее, это не помешало Холланду оформить хэттрик, и так сказать, отправить нас в нокаут. Тем не менее, счет 3-1, это еще счет не окончательный, у нас были шансы отыграться, к тому же мы продолжали борьбу и в других турнирах, в Кубке Англии, в Чемпионате Англии, а поэтому завершающая фаза сезона обещала быть более чем интересной. Концовка по соперникам у Юнайтеда была более чем жесткой, и я думаю, вы уже успели это заметить. В рамках этой серии мы уже обсудили Челси, Манчестер Сити, Боруссию, Реал Мадрид, и теперь на очереди был Лондонский Арсенал. Соседи канониров из Лондона в лице Челси мы уже успели обыграть, и пришла очередь Арсенала. Так же как и с Эвертоном, игра проходила крайне тяжело для нас, но тем не менее, мы закатили свой мяч во второй половине игры, и этого оказалось достаточно, чтобы забрать 3 очередные очка для борьбы за чемпионство. Да, вот так вот, с третьего места, уступая Тоттенхэму и Ливерпулю, мы внезапно вписались в борьбу за чемпионство, и вполне неплохо в ней смотрелись. Ответный матч против Боруссии завершился нулями, и по сумме двух встреч мы проиграли Боруссии со счетом 3-1. Так они смогли не отыграть, не пропустить, и вот так вот бесславно закончили свой путь в Лиге Чемпионов. Опять-таки, мотивация от Эрика Тенхага особо команде не помогла. Тем не менее, после матча с Боруссией, нам удалось договориться о двух трансферах в свою команду, а именно, о трансфере Тила Керрера из ПСЖ, а также трансфере Фрэнка Де Йонга на позицию центрального полузащитника. Так сказать, финансы, полученные с трансфера Пагба, пошли в дело. Тоттенхам стал очередной командой в конце сезона на пути к чемпионству Юнайтеда, и, как я говорил ранее, календарь не изобиловал слабыми соперниками. Тем не менее, это также не помешало команде, и без каких-либо проблем мы обыграли Тоттенхам за счетом 2-0. Отличились два ветерана команды в лице Эдинса на Каване, который во второй половине сезона был очень хорош, и Криштиану Роналду. За всю серию я ни разу не упомянул Кубок Англии, поскольку все матчи в Кубке Англии я просимулировал, и тем не менее, мы добрались до финала. В отличие от чемпионата, соперники в Кубке Англии были достаточно простыми, однако финал обещал быть достаточно трудным, поскольку мы встречались опять-таки с Манчестер Сити. Но, к сожалению, чуда не произошло, и мы сыграли намного хуже, чем мы играли в чемпионате. Если в первом матче в чемпионате мы сыграли в ничью, в ответном мы выиграли, то в финале Кубка Англии нас просто разорвали. Три безответных мяча в наших ворота, и мы ничего не могли ответить. Еще никогда я не видел команду настолько беспомощной, ну и в принципе, можно сказать, что результат был закономерен. И таким образом, мы потеряли второй трофей из трех возможных. Заключительный матч сезона против Норвич Сити. К тому моменту в таблице царствовала ничья между нами и Ливерпулем, так сказать, у нас было равное количество очков, поскольку Ливерпуль успел пару раз осечься. По разнице мячей они нас превосходили, точно так же, как и по личным встречам. Поэтому в матче против Норвич Сити нам нужно было забить как можно больше мячей и пропустить как можно меньше. Мы сразу обозначили свои цели в первом тайме, и уже за первые 45 минут игры наша команда забила два мяча. Однако потом мы пропустили очередную дуру, которая пошатнула наши шансы на возможное чемпионство, но после этого команда завелась. Забила третий, а потом уже и четвертый мяч. И каково же было мое удивление, когда после этого матча мы наблюдали победную катсцену после игры. Трудно было предугадать, какой результат был у Ливерпуля. Ливерпуль проиграл, Ливерпуль сыграл в ничью, или уж тем более выиграл. В любом случае равенство очков было обеспечено, ну кроме поражения Ливерпуля. Но тем не менее, это не отменяло того факта, что под руководством Эрика Тенхага в первый же сезон Манчестер Юнайтед взял АПЛ. И каково же было мое удивление, когда я увидел, что Ливерпуль выиграл против Литца, забил два мяча. Однако, мы превозошли Ливерпуль по разнице забитых и пропущенных только на один мяч. Мы забили 63 и пропустили 18, в то время как Ливерпуль забил 72 и пропустил 28. То есть в таблице учитываются не личные встречи между командами, а именно что разница мячей. Ведь два матча против Ливерпуля мы в этом сезоне проиграли. И тем не менее, стали чемпионами Англии. По итогам сезона в сборную АПЛ вошли трое наших игроков в лице Эндинса Накавани, Бруно Фернандеша и Давида Дехея. По окончании сезона Манчестер Юнайтед неожиданно затесался на второй строчке в рейтинге клубов, уступая лишь только ПСЖ, и обгоняя такие клубы, как Мадридский Реал, Бавария, Барселона и так далее. По итогу же в Лиге Чемпионов победу одержала Баруся Дортмунд, обыграв в дополнительное время Нидерландский Аякс. В то время как в Лиге Европы победу одержала Испанская Валенсия. Несмотря на то, что у Валенсии был достаточно скромный состав, и он был далеко нестабильным. Тем не менее, им это не помешало забрать Лигу Европы. В чемпионате Англии лучшим бомбардиром стал Садио Манек, на втором же месте был Харри Кейнг, ну а из наших игроков на 10 месте затесался Мэйсон Гринвуд, который забил 11 мячей. Точно так же, как и Кевин Дебрюйне, и Хиан Начо, и Дэнни Ингс. Криштиану Роналду, Эдин Санковани и остальные расположились чуть ниже, а именно на 17 месте. По голевым же передачам первое место занял Тренд Александр Арнольд, целых 15 голевых передач. Джейден Санчо расположился на 6 строчке, отдав 7 голевых передач. Ну и Решалисто расположился на 10 строчке, отдав 6 голевых передач. В сезон 22-23 мы завершили красивые победы над ветеранами футбола. Так сказать, проводили игроков, завершающих карьеру, на их заслуженную пенсию. И в принципе, почтили все, кто принял участие в этом матче. Статистику уступлений игроков вы в данный момент наблюдаете на своих экранах. И теперь давайте подведем итог по данному сезону. Несмотря на то, что мы выиграли английскую премьер-лигу, сезон, можно сказать, достаточно неоднозначный. Да, мы выглядели более чем уверенно, завоевали достаточно весомый титул. Однако, это все еще не отменяет того факта, что команде нужно прогрессировать и расти. И матч как против Боруссии, Манчестер Сити, тому лишнее подтверждение. А поэтому, несмотря на положительный результат, опять-таки в лице английской премьер-лиги, нам еще есть куда расти. А именно Кубок Англии, Лига Чемпионов и так далее. Поэтому, дорогие друзья, продолжение этой рубрики за Манчестер Юнайтед более чем возможно. В комментариях под этим роликом я буду ждать ваше мнение на этот счет. К тому же, следующий сезон обещает быть более чем интересным, поскольку к нам возвращается молодежь, нужно покупать новых игроков и, так сказать, снова менять состав, только уже на этот раз намного глобальнее, нежели это было в данном прошедшем сезоне. Ну и на этом, в принципе, все. Я всех благодарю за просмотр этого ролика. Ну и перед тем, как попрощаться с вами, в лишний раз напоминаю, чтобы вы не забывали поддерживать это видео своими лайками, друзья, поскольку именно от вашей активности зависит выход этой рубрики. В комментариях делитесь своими мнениями, своими советами, кого можно будет подписать летом, кого лучше всего продать и тому подобное. Ну а если вы на этом канале впервые, то обязательно подписывайтесь и обязательно прожимайте колокольчик для уведомлений, чтобы не пропустить следующий ролик на нашем канале. Я всех благодарю за просмотр и желаю вам всем удачи. До скорых встреч, друзья. Субтитры подогнал «Симон»!